Всем привет! С вами официальная группа Мегабола. Сегодня мы представляем вашему вниманию матч Кубка СНГ, матч открытия. Первый тур между командами сборной Москвы и Южной Украины. Сегодня интереснейший матч нас ждет, потому что открытие. Мы еще не знаем, как играют некоторые команды, но матч вот уже сейчас начинается отлично. Посмотрим, что в составе творится у Южной Украины. У них в опорной зоне стоит дом на карточке Ибрагимовича. В нападении играет на карточке Буфона Бурлик, и помогать ему будет Фриман, капитан команды. В команде сборной Москвы немного поинтереснее, потому что они метками раков закрылись. Тут, чтобы понять, какая карточка надо перед матчей. Ой, вот сейчас уже опасный момент был, какой удар в штангу. Какие-то у нас накладки, какие-то провисания. Ну ладно, ничего страшного, это все люди все прекрасно понимаем. У сборной Москвы все немного поинтереснее. У них Драгба играет как капитан, и он играет на карточке Буфона девятого уровня. Может быть, это будет маленькая, как сказать, маленькая поблажка для команды Южной Украины, но я думаю, что это не будет сильно заметно. Так вот, Драгба. Ой-ой-ой, какой уже красивый гол от трех рикошетов. Драгба, красавец какой. Вот из Кудабл тоже говорит, красавец. Очень красивый гол. Я еще не успел объявить составу. Уже счет 1-0. Ну, значит, нас сегодня ждет интереснейший матч. Вот сейчас уже так, ну, не дают мне все никак закончить состав команды, а озвучить. Ну что же за провисание? Ладно, ничего страшного. В общем, Бэтмен у нас, мистер Бэтмен, находится на карточке Кержакова и держит опорную зону, а в нападении Драгба на карточке Буфона девятого уровня, как я сказал, и из Кудабл на карточке Дехея. Уже сумасшедший интересный матч нас ждет, потому что в первую же минуту забила команда сборная Москвы гол. Это значит, что нас сегодня ждет интересная очень игра. Очень я надеюсь, что будет обилие голов. И вот сейчас Бэтмен придумывает, что сделать, попытался пробросить между Фриманом и Бартом, но не получилось. Сейчас хорошая атака получается у Южной Украины, но все-таки ничем пока она отдельно не заканчивается. И из Кудабл очень сильно, очень агрессивно играет, вынуждает Дурму уйти в угол. Но, как показывает статистика, такой атакой вряд ли что-то можно добиться. Вот сейчас из Кудабл оказался один на один против Дурма, но нет, все-таки ничего не получилось у него. Хотя попытка была неплохая. И уже, казалось бы, вроде только матч начался, а уже, оказывается, прошло полтайма. Счет 1-0. Забили у нас игроки сборной Москвы, если быть точнее Драгба. Вот сейчас, ой-ой-ой-ой-ой! И не смог с линии вытащить Дурму, не успел, и это уже 2-0! Драгба не успокаивается, он все гонит свою команду дальше. Говорит, еще забивайте, нужны еще голы, нужен разгром, разнос нужен. И, так, опять у нас провисание. Ну, нет, все-таки атака не опасная была. И вот сейчас, так, ой-ой-ой. У нашего оператора изи-катка, видимо, компьютер начинает сдавать, нервы у компьютера начинают сдавать, потому что такой сумасшедший матч сборных не часто может наблюдать его компьютер. Вот сейчас хорошая атака может быть позиционная, но ничем дельным она, по сути, не заканчивается. Вот сейчас, возможно, могла бы пройти хорошая контратака, если бы Искуа Даббл не придержал Бурлика. И, так, вот сейчас хорошая атака может возникнуть, но нет, все-таки мяч вылетает за пределы штрафной, и за пределы центра поля уже вылетает. Бэтмен сейчас хорошим финтом попробовал убрать двоих игроков нападения. Но мяч все-таки остается у них. И что-то мне подсказывает, что они не стараются сейчас пока что отыграться, они пристреливаются к команде сборной Москвы. Но вполне возможно, что на ошибке они могут поймать и все-таки вернуть интригу этому матчу, потому что сейчас пока игра в одни ворота идет у нас. Ну что же у нас будет в итоге? У нас происходит сейчас возня в центре поля. Вот сейчас Фриман хорошо очень прокинул за спину Бэтмену, но Бэтмен был первый на мяче, поэтому мяч не ушел за пределы штрафной. И атака у нас хорошая. И у меня есть ощущение, что команда Южная Украина пока не собирается сбивать гол, им нужен срочно перерыв, чтобы обдумать действия игроков Москвы и придумать какую-то тактику. Вот сейчас какой красивый удар Бэтмен, опорник забил гол. Там Дурм отбил, конечно, не совсем в правильном направлении, но счет 3-0. Счет становится крупным. Сейчас пока не придет в себя команда Южной Украины, надо что-то придумывать. И уже гол в раздевалку есть. Со счета 3-0 будет очень трудно отыграться, потому что команда не такого уж низкого уровня. Я бы сказал, это топ-команда, ой, ой, низко-дабл, какой молодец. 4-0 счет делать в первом тайме. Очень-очень результативный матч, но, к сожалению, пока в одни ворота. Будем думать, что... Будем надеяться, что во втором тайме все-таки матч будет поинтереснее, но сейчас у нас буквально в одни ворота. С вами вернемся к матчу, как только закончится перерыв. Сейчас у нас смена стороны, небольшой перерыв. Увидимся. Итак, Мегаболт ТВ снова на связи. У нас начинается второй тайм, команды поменялись сторонами. Замен в составах я не вижу. Скорее всего, кому... Ой-ой-ой-ой-ой, что дабл творит? Просто хоронят Южную Украину. Сумасшедший дабл, можно на вайн нарезать. Вот такое вот интересное у нас начало матча. Да, красиво, очень... Очень красиво. Такие даже в рейте редко залетают. У нас... Я не успел сказать, что у нас три тайма. И после первого тайма, уже в начале второго, уже счет 5-0. Я не представляю, что должна сделать команда Южной Украины, чтобы переиграть такую сборную Москвы, у которой... Объективно смотрим, у них все залетает просто. Каждый удар это гол. У нас, я напомню, что проходит три тайма по пять минут. По регламенту. Но все-таки вот проблемы с... С интернетом и с лагами очень напрягают. Хотя сборной Москвы это, по-моему, абсолютно не мешает. Мистер Бэтмен сейчас спокойно позволяет себе... Такие финты, дайте. Вот сейчас какой очень сильный удар, но там Дурм, я думаю, все-таки успеет до мяча. Да, он успевает. И вот сейчас сразу два буфона идут против Мистера Бэтмена, но все равно он дает бой. И тянет время до тех пор, пока Иск Табл не возвращается на зону опорника, чтобы перекрыть возможный мяч, который может полететь в ворота. И вот сейчас уже очень хорошая атака проходит у сборной Москвы. Но Южная Украина не успокаивается. Они все пытаются придумать какую-нибудь атаку, какую-нибудь комбинацию, чтобы отыграть хотя бы один гол. Потому что первый гол это будет уже хороший удар для соперника. И за это уже можно будет, в принципе, зацепиться. Но сейчас я чувствую, что удар, вот этот вот гол в самом начале второго тайма от Иску, Дабл, вот именно говорящий никнейм, очень сильно ударил по соперникам. Потому что они явно не рассчитывали такого развития событий. Сейчас атака у Фримена. Он хороший проброс сделал, но там на добивании никого не было. По позиции не успели. И сейчас Бэтмен очень грамотно играет, потому что он не дает возможность начать никакие атаки. Вот сейчас он даже мяч с линии вытащил. Мяч прошел параллельно линии ворот. И мяч не залетел в ворот, потому что никто не успел на добивание. И вот Дурм сейчас начинает немного нервничать, потому что Иску Дабл его придавливает. Он возвращается на опорную зону. И сейчас у нас маленькое пролагивание. Но Бэтмен у мяча на своей половине хороший сейчас был удар. И уже прошла половина тайма. Счет общий. 4-0. Прошу прощения, я ошибся в самом начале. Нет, 5-0. Не ошибся, не ошибся. 5-0. Они в последние секунды забили еще один гол. 5-0 общий счет. И эти 5-0 надо как-то вырывать. Я не представляю, на каких сейчас морально волевых должна играть команда Южная Украина. Потому что такое вытащить. Причем команда сборной Москвы сейчас явно на кураже играет. Сейчас очень хорошая атака могла получиться. Но Бэтмен правильно занял позицию. И мяч далеко выбил. И сейчас уже в итоге мяч уже за пределами центра поля. Вот сейчас Драгба может что-то придумать. Драгба против Дурм один в один. Но нет, Дабл все-таки не проходит. Дурм на месте. И сейчас атака один в два. Сейчас Бэтмен противостоит против Фримена и Бурлика. Нет, все-таки он не проигрывает борьбу. Какой молодец Бэтмен. Очень хорошо играет, не боится соперника. Играет очень рискованно, но при этом грамотно рискует. Он понимает, что у него получается сейчас игра. И что-то может быть все-таки придумает команда сборная, команда Южной Украины. Хотя бы в первый тайм, который они забьют гол. Что-нибудь придумайте. Потому что сейчас сборная Москвы просто хоронят команду Южной Украины. У них и позиционно все получается. Индивидуальные качества очень выше. Чем у... Ой-ой-ой, а это вот что у нас было. Это у нас пролагивание было. И гол залетел пробросом таким и продавкой. И счет уже 6-0. Ну, жалко, честно говоря, смотреть на сборную Южной Украины. Потому что у них ничего не получается. Очень сильно стараются. И вот вечные пролагивания очень сильно мешают следить за игрой. Но счет у нас все-таки по делу, как я думаю. Искудабл что творит? Он продавил Дурмана Ибрагимовича. И продавил Фримена. Просто гений. Я сейчас согласен с Бэтменом. Счет уже 7-0. Я не представляю, что должна команда сделать, чтобы отыграть 7-0 за один тайм. Потому что здесь 30 секунд уже вряд ли что-то решат. Вот между первым и вторым таймом был очень долгий период. И опять Искудабл продавливает. Господи, что происходит? 4-0 в этом тайме. 4-0 в прошлом. 8-0 по сумме двух таймов. И остается третий тайм, который сейчас команда Южной Украины будет просто подавленной играть. Потому что два гола примерно одинаковые пропускает опорник продавкой. Причем продавкой такой же карточки, на которой играет и он. У нас остается сейчас считанные секунды. И матч заканчивается без опасного момента. Счет 8-0 по сумме двух таймов. Сейчас мы с вами прервемся на перерыв. И продолжим матч. Надеюсь на какое-то развитие событий интересное. Хотя бы пару голов, я думаю, Южная Украина может себе позволить забить. Главное не пропускать. Увидимся с вами буквально через секунду. Буквально по щелку пальца. Али-оп. Мы с вами вернулись на матч Южной Украины в сборной Москвы. И счет вы понимаете уже какой. Уже 8-0. Крупнейший счет. Наверное, давно я таких разгромов не видел. Сейчас просто нужно не ударить в грязь лицом. Хотя, кого я обманываю. Ну, нужно сейчас собраться все-таки. Попробовать придумать что-нибудь. Дать бой. Хотя бы гол престижа был бы очень кстати сейчас для Южной Украины. Но происходит что-то вообще невообразимое. Я не знаю, под какими сейчас эмоциями находится сборная Москвы, которая не оставляет никаких шансов. Даже сейчас такие пробросы на линии ворот никак не получается замкнуть у игроков Южной Украины. Вот сейчас Бурлик против Бэтмена. Но нет, Бурлик не смог пройти против Бэтмена. Сейчас опять пролагивание. Я хочу перед всем извиниться за языкатку, за эти пролагивания. Потому что они сейчас очень сильно мешают. Ты не можешь сосредоточиться на протяжении всего матча. Но, с другой стороны, могло быть хуже. Поэтому смотрим, что есть. Прошла уже минута матча. И пока без особых событий. Даже без намека на голод Южной Украины. Вот сейчас Бэтмен спокойно оттягивает мяч к себе в штрафную зону. Вот сейчас очень медленно, очень медленно. Вот сейчас пошло ускорение. Дурм не знает, что ему делать против двух этих игроков. Против Иску Даббла и Драгбы. И мяч загоняет в угол. Фримен пытается что-то придумать в нападении. Но один он не может ничего придумать. А Иску Даббл и Драгба, они-то как раз вдвоем в нападении. У них получается и держать игроков. И придумывать что-то в нападении. При этом на одной линии, чтобы могли играть в распасовку. Еще и Бэтмен так уверенно играет. Все-таки клуб Лиги Чемпионов дает о себе здоровье. Честно, если бы я видел состав команд, но не знал бы, что это сборная Москвы. Не знал бы, что каждый из них по отдельности играет в Лиге Чемпионов. Я бы подумал, что в Лиге Чемпионов играет команда из Бэтмена, Иску Даббла и Драгбы. Потому что мало того, что у них очень достойная скиловая подготовка, они еще и в распасовку позиционно так хорошо играют, что любой команде МЛЧ могут дать бой. И вот сейчас из сборной Лиги Чемпионских команд дают бой сумасшедший. Потому что Фриман у нас из Тузов, Дуром у нас из Вектора, Бурлик из Меланина, но превалирующее большинство сейчас из команд Лиги Чемпионов. Сейчас распасовка сумасшедший и Даббл, Иску Даббл опять забивает гол. Это уже 9-0 общий счет. Остается меньше половины тайма. Честно говоря, не хочется закапывать Южную Украину. Надеюсь, что они хотя бы один забьют. Вот сейчас Фриман мог продавить Бэтмена, но Бэтмен был на карточке полузащитника, а Фриман на карточке Буфона, на карточке вратаря не смог продавить. Хотя Иску Даббл в прошлом тайме два гола забил точно так же. Вот сейчас Драгба замкнул мяч и Иску Даббл его пинает, потому что он хотел забить сам. Счет 2-0 в этом тайме, 4-0 во втором тайме и 4-0 в первом тайме. Счет общий 10-0. Я давно таких разгромов не видел. Наверное, последний разгром, который я видел с таким примерно развитием событий, это Антибас Коолишн против Арсеналов. Но очень жаль, что у Украины сейчас ничего не получается. Вот сейчас Драгба выходит 1-0. И неужели... Нет, он попробовал все-таки... Ну, спижонил, хотя с таким счетом уже можно... Ой-ой-ой, и Даббл еще один забивает гол с подачей Драгба. Это 11-0. Честно, я не знаю, что сейчас можно посоветовать Южной Украине. Сейчас надо пересмотреть обязательно этот матч не один и не два раза. Посмотреть, какие ошибки они совершили. Вот сейчас Бурлик мог обойти, но нет, карточка Киржакова все-таки побыстрее будет, чем карточка Буфона. И Бэтмен первый на мяче был. Я не знаю, что можно посоветовать команде Южной Украины. Главное собраться, попытаться всячески участвовать в играх высоких рангов клуба. И постараться все-таки доказать, что это поражение было следствием независящих от них причин. Ну, хотя мы понимаем то, что здесь все-таки командная игра почти нулевая была. То есть очень неплохо они играют каждый по отдельности, но в команде у них сегодня просто ничего не получилось. Ну, может быть, что-нибудь они придумают хотя бы один гол. Вот сейчас они, сейчас Бурлик пытается выдавить Бэтмена за пределы штрафной, но у него это не получается. Бурлик пытается по-новому что-то придумать. Вот сейчас отталкивает. Вот он сейчас занимается тем, что на карточке Буфона продавливает Бэтмена. И вот сейчас остается 5 секунд, уже никто не борется с мячом. Уже 1 секунда, да, 4-0. Уже все пишут спасибо, уже нет смысла доигрывать. Счет общий 12-0. С вами была официальная группа Мегабола. Следите за нами, ставьте лайки, комментируйте события и можете в комментариях написать, что не получилось у Южной Украины, почему такое плохое выступление показало в первом матче. А с вами комментировал Вибелко. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok